всем привет сейчас иду из магазина хотела вам показать смотрите колокольчики в заборе растут везде но сейчас как раз сезон когда вот эти колокольчики они называются компанула компанула наверно по-русски компанула по-английски они цветут во всю и они вот из каждой щели из каждого забора из каждой вот щелочки в кирпичной кладки досмотрите как интересно то есть как бы они вроде но не знаю сорняк не сорняк ну вот очень красиво даже вот из каждого сломанного забора пролезают и это очень интересно я хотела сказать потому что я тоже дома их сажала покупала в садовых центрах и сажала в землю как цветы вот в земле не растут вот в таких странных местах растут очень красиво правда у них два цветения сейчас самое бурное весной потом будет такое слабенькое в конце лета второе цветение ну и конечно на солнце нужно вот здесь у кого-то незабудки тоже тоже очень красиво когда много незабудок тоже красота так но вот такие дела в общем я пошла домой дальше такс хотелось еще одну штуку рассказать про шей наверное каждый живущий в англии родители получал такие письма счастья из школы значит вот этот сайт parent mail но это такой способ коммуникации по всем вопросам с школы с родителями и вот наше письмо шей хедлайс дорогой родитель поздравляем и хотим вас проинформировать о том что в вашем классе обнаружены шей иногда такие письма тоже пишут про глистов если вдруг выясняется что у кого-то в классе глисты конечно они не пишут естественно у кого не правшие не про глистов имен не называют если вы у учителя спросите они тоже никогда не скажут у кого вот но если вдруг что-то такое обнаружится то да вот они рассылают письма пишут что не переживайте в общем типа дело плевая но примите меры скорее скорее и дальше пишут но инструкцию в общем что делать вот такие вот дела не знаю как других странах а в англии 21 век вот а век прогресса вши неистребимы такс ну и вот заодно правшей хотелось показать я уже рекламировала такие книги про топ сети мы есть тоже про них сериал что с ними там происходит в жизни и как раз одна из этих книг тоже называется утопсии тима чешется голова на короче книга тоже правшей зачем про это пишут потому что все-таки ну хотя они пишут ничего страшного но ясно дело что такие проблемы достаточно неприятные и чтобы не было никакой у ребенка ужаса травмы и вообще всякой стигматизации то здесь тоже видите вот такая же ситуация как у нас дети приходят из школы только им не электронным образом а обычное письмо родители в шоке что школе вши ну и дальше там как разворачиваются события что нужно сделать вот подробности сколько живут эти вши там сколько они производят потомство куда пойти и всякое всякое такое короче целая история потому что ну ясно что как бы вши также как и компьютерные вирусы они не спрашивают твои порядочный человек или там у вас порядке с гигиеной они прыгают на кого хотят то поэтому специально делают вот такие успокоительные книги что в общем как бы эта проблема неприятная но решаемая вот даже такие подробности чтобы дети не боялись если что вот и хэппи-энд шеи побороли все пошли гулять но вот такие вот дела как бы у нас в прошлом году тоже были вши не прошлом два года назад у детей вот ну видите опять пришло такое письмо так что будем смотреть будем аккуратно все смотреть всем привет всем привет вот прошлый раз я вас спрашивала как вы развлекаете детей на каникулы не успели мы моргнуть глазом как подкатили следующие каникулы так мы с вами идем вернее мы с детьми идем музей ну и с вами тоже прошвырнемся по музею это нас наш местный музей городской мы туда никогда с вами не ходили очень интересно да все время куда-то ездишь а в своем городе видишь мало вот но мы здесь были много раз естественно сами без вас вот я не буду такой тур делать там экскурсию полную хотя музей у нас в принципе неплохой даже интересный это был когда-то частный особняк территория парка вокруг тоже была частная потом владелец подарил это городу с условием что этим будут пользоваться горожане и теперь здесь музей такая сборная солянка жизни людей в разные эпохи то есть там разные комнаты представляют жизнь и быт людей в разные эпохи английские там есть средневековая есть викторианская разные типы комнат типа салон детская столовая всякое такое вот значит и он бесплатный но для детей по моему тут поскольку сейчас каникулы тут есть какие-то задания выполнять с пойдем посмотрим задание и все остальное так смотрите нас оказался трейл в честь кородации нужно искать вот таких мамонтов в короне почему мамонтов потому что у нас в ипсвичи где-то нашли мамонта в свое время у нас есть музей он сейчас на реставрации где где мамонт хранится в общем чучело настоящее такое поэтому ипсвич у нас часто мамонт фигурирует в нашем городе вот ну вот значит трейл в честь коронации мы решили не брать такой настоящий трейл с карты с призами потому что хотя мы короля уважаем но в общем они такие патриоты чтобы потом получать всякие призы с британскими флагами мы решили сами их поискать окей нашли еще одного сразу увидел номер два ну и заодно вот смотрите какой у нас музей салон красиво красиво и сразу третьего увидел она тут какой-то легкий трейл где он вот и в общем в этом музее сборная солянка вот здесь портреты бывших владельцев картины гейнсборо здесь везена мебель со всяких других старых домов интересных которые ну разрушили или там разрушились разных эпох вот это например у нас называется по-моему комната времен тюдоров то есть этого не то что это было в этом доме конкретно вот но это составляющие из разных мест вот это например расписные стены под стеклом можем туда можешь пройти до вот кровать с обогревом классно здесь люлька камин дубовые панели на в общем вот так вот с разных мест собрали вокруг ип свеча и сделали вот такую комнату значит с отоплением было не очень во времена тюдоров скажем так откровенно поэтому часто и хозяева и слуги спали все в одной комнате и вот эти вот пологи за навесками на кровати тоже чтоб чтоб там тепло что петер не гулял когда спишь вот видите все в одной комнате тут и столовая и гостиная и все даже рыцарские доспехи вот написано что что написано please do not touch не трогать из какого-то дома целую стену вот привезли вот она да видишь из другого дома стену вырубили такую старинную и поставили здесь ну под стеклом чтобы она в общем не развалилась чтобы это не выцвело и не 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 облупилась окончательно это роспись между делом покажу это первый этаж тоже красота то сколько вы словно мамонтов нашли 3 хорошо вот эта комната на ремонте там интересные разные такие панели с азиатскими рисунками вот и каждый рисунок он что-то там означает у меня есть дома целая книжка про всякие вот эти вот сюжеты но она сейчас на ремонте посмотрим что-то другое кроме того здесь есть галереи местных художников а как вы знаете местные художники у нас известные это и констебль и гейнсбуро и кроме того здесь есть современные художники вот это одна из моих любимых картин даже в городе есть такие открытки автобус который едет из ипсвича феликс тоу эта картина по моему там каких-то ну сороковых или 50 50-х годов смотрите какой автобус классный с багажным отделением наверху со шторками можно было еще курить видимо в то время и собака тут и вяжет мамы и цветочки на такие как бы дачники едут вот феликс тоу это местный курорт у нас здесь ну 15 минут на машине на море и вот такие вот едут обычные люди в автобусе даже часы такие висят как дома очень интересно послевоенное время фермы коровки наши сафлокский английский пейзаж и здесь еще есть очень классный кукольный домик вот он там можно свет включить вот и мамонт вот и там где то есть даже микки маус да кто может найти микки мауса стащиками спорта микки маус начал накинуться на супер вот такие игрушки дом в разрезе викторианских времен ну какой-то богатый дом видно там на втором этаже господа на первом слуги вот в общем это тоже коллекция каких-то игрушек солдатиков кукол тут всяких да так дальше это у нас сервен холл дуа сыр там точно с плесенью не настоящий да здесь все не настоящая да и да не настоящий в общем это столовая для слуг там дальше по моему что у нас прачечная до постирочная сыр не сыр да вот здесь всякие машины ага вот это другой трейл про собачек королевских машины для постирки белья всякие и где-то тут очень смешно вот утюги где-то тут очень смешно постирочная есть кафешка не помните здрасте подсвечники ведь раньше лампочек не было вот сюда вот вставляли свечечку и зажигали ее 7 мы еще не были знаешь где в кухне где готовят вот 7 мамонтов так это у нас кухня очевидно ну пожалуйста рисуй садись если хочешь рисуй здесь были какие-то занятия для детей обычно здесь просто стол стоит без без вот этого всего вот если хотите можете порисовать ну поскольку сейчас все связано с нации то тут видите какие темы для рисования короны королевские корги можете хотите будете рисовать нет сколько 7 мы нашли но хорошо 7 мамонтов нашли можете порисовать и я пока покажу по сутку в этом музее есть экскурсии но я ни разу не было не никогда никогда но очень интересно на экскурсиях было бы узнать подробности про все эти предметы вот это для чего например вы знаете я нет вот это может быть для яйца да а это для чего орех прятать ну как бы в общем здесь много всяких штук интересных вот формы для пудинга чего только нет всякой посуды назначение которой современному человеку представляется туманным в общем вот такой у нас историко краеведческий музей хотя город у нас ничего такого особенного не представляет не туристический вот мне кажется что музей прекрасный особенно учитывая то что он бесплатный здесь столько всего можно узнать просто вообще супер вот еще интересную штуку хотела показать смотрите ну здесь развлечения для детей во время каникул поскольку недавно была коронация эта тема такая в общем монархическая здесь можно раскрасить мамонта в короне да потому что у нас жили мамонты можно раскрасить корги потому что это собачки елизавета второй можно флаг британский сделать и можно раскрасить карл 3 до чарльз то вот очень рискованные очень рискованная раскраска потому что всяко можно раскрасить сами знаете вот мы пришли тут уже ну было там что-то такое нарисовано ему типа синий волос и зеленый нос ну был тут такой рисунок то вот пришла мама с детьми тоже и сказала как глупо сложила поскорее убрала то есть есть люди здесь которые очень с уважением относятся к монарху и вот не могут переносить такого богохульства и так сказать да вот а есть люди которые рисуют вы тоже подрисовывали усы до портретом всяких писателей в учебниках и очки мы подрисовывали и зубы закрашивали вот здесь тоже дети так развлекаются некоторые так пожалуйста прекрасно синий язык а ваш синий вот все радости жизни на каникулах да я хотела вам другое показать это задворки нашего музея ну не нашего в смысле семейного музея города ипсвич это задворки музея города ипсвич вот там портрет кардинала волсе потому что он родом из ипсвича здесь находится кафешечка за этими кустами вот как я люблю это место когда-то здесь наверно был задний двор да для не знаю чего каких-то подсобных дел сейчас там кафе ну и вот такой парк с лавочками красота правда да очень красиво sorry ну все мы идем дальше развлекаться на детскую площадку еще одну штуку хотела показать в нашем парке помните я рассказывала про то что сейчас популярно покупать деревья и сажать например в память о ком-то или для кого-то ну вот один из примеров в нашем парке его посадили вот буквально до год назад в память о какой-то ну женщине в общем бабушки может быть чьей-то иногда сажают тоже деревья наоборот бабушки и дедушки для внуков то есть так и пишет на табличке для моих детей потому что когда внуки вырастут то дерево вот будет большим можно приходить и вспоминать наоборот бабушка дедушка то есть в обратном порядке да не в памяти чтобы их вспоминали вот здесь тоже клен тоже в память о каком-то грегори джеймса кингстоне это посадили три года назад дерево трехлетние а вот это впереди смотрите такое дерево вот не вот эти дубы да а такое с темными листьями перед ним тоже стоит табличка когда его посадили но это ну и очевидно да что уже много лет она очень большое уже вот просто огромная сейчас посмотрим когда это в памяти о в память о мэри ипсвича который внезапно умер в 1964 году вот шестьдесят четвертом году ну вот так вот то есть вся четвертом году может быть кстати это не было так популярно а сейчас ну здесь уже как бы старая часть парка да такая из табличка как говорится все что нужно уже посажено а с другой стороны она более такая дикая там много деревьев прям посажено таких молодых каждый год сажает кто-то покупает деревья какие-то частные люди ну естественно нужно разрешение администрации там нельзя где попало что попало сажать то но в общем это такой тренд поэтому вот эти питомники которые деревья продают они в общем достаточно популярные сейчас потому что стало популярно покупать деревья и сажать их либо в память либо наоборот для потомков здрасте сделала тебя в видео